10 сентября в районном центре открылось ежегодное педагогическое совещание. На это важное для учительского сообщества мероприятие съехались руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели со всего района. Желающих обменяться педагогическим опытом вновь собрал районный центр. Первое мероприятие состоялось утром 10 сентября в фойе школы. На выставке «Профессиональное определение личности» педагоги школ Ямальского района демонстрировали свои наработки и вспомогательные материалы, которые используют в работе. В жизни каждого человека наступает такой момент, когда вопрос о выборе профессии для школьников встает острым и является судьбоносным. Поэтому нам была предложена тема выставки на ежегодное совещание «Профессиональное самоопределение личности». Образовательным организациям района предложили выставить свои практики в трех направлениях инженерно-техническом, социальном, а также традиционные ремесла. Первое было представлено интересными решениями из мира робототехники. Новопортовская школа-интернат представила сразу три экспозиции. Первая содержала методические комплекты для педагогов, навигаторы профессий и материалы для школьного психолога. Все они направлены на работу по профориентированию учеников как старшего, так и младшего звена. У меня в интернате воспитатели на воспитательских часах используют эту информацию, используют эти материалы. Нам в условиях Ямала при небольшом охвате таком профессии, который мы можем показать воочию, для нас это очень действенно. То есть мы детям можем показать все многообразие профессионального мира, не выезжая за пределы своего отдаленного поселка. Торжественное открытие педагогического совещания состоялось после выставки. По традиции слово для приветствия участников масштабного совещания было предоставлено главе Ямальского района. Андрей Кугаевский также вручил дипломы за достижения в педагогической деятельности лучшим учителям районных образовательных организаций. Уважаемые коллеги, друзья, всем участникам совещания я желаю мудрости, терпения, роста. Пусть отдача от вашей работы будет всегда весомой, заметной и результативной. Успехов вам, ярких идей и радостей творчества. После вручения наград прозвучали поздравительные и напутственные слова от других руководителей. Директор окружного департамента образования Марина Кровец в частности пожелала участникам районного совещания продуктивной работы. Я хочу вам всем пожелать, прежде всего, здоровья, уверенности в своих силах и, безусловно, вот такого очень уважительного, внимательного отношения к детям. Потому что дети – это те, кто дальше станут взрослыми, и от того, какую школу жизни они пройдут в школе, так и будет выстроено наше общество. Искренне поздравляю вас сегодня с замечательным праздником и желаю успехов и хорошего общения на педагогическом совещании района. Открытие сменилось методической сессией учителей иностранного языка, математики, физики, русского языка и литературы. Во время сессии обсуждались темы методик преподавания и современные средства обучения. Вечером на круглом столе были подведены итоги первого дня. Я увидела, как те вопросы, которые задаются в федеральной повестке и затем переносятся на региональную, обсуждаются здесь, на муниципальном уровне, непосредственно с участием всех педагогов. Здесь есть вопросы, которые касаются текущей деятельности. И если есть результаты, обсуждают, за счет чего удалось достичь. Второй день педагогического совещания начался с открытых уроков, которые проходили в Ямальском учебном центре и в школе. На занятиях присутствовали ученики и педагоги. Цель проведения уроков такого плана – обмен опытом. Учителя, глядя на работу других преподавателей, могли взять для себя на вооружение новые техники работы с детьми. Коллеги всего района, они просто-напросто, объединяясь в это педагогическое сообщество, ищут каких-то новых форм, новых подходов к проведению этих уроков. И главная, наверное, наша цель – это уйти от формата стандартного урока, а перестроить на системно-деятельностный подход. То есть увидеть какие-то изюминки у друг у друга, найти, может быть, ошибки. Большую ценность в этой работе, я думаю, получат педагоги при анализе именно уроков. На протяжении двух дней совещания педагоги старались не упустить возможности научиться у коллег чему-то новому и поделиться своими умениями и знаниями. Видя такое рвение, можно сказать одно – будущее ямальских школьников в надежных руках. Василий Крылов, Иосиф Щелоков, Марсель Галиев, Ямальское телевидение, Ярселе.